Восток, город Лисичанск. Обычный жилой район. Нет здесь никаких военных позиций украинских, никаких стратегических объектов. Дома все посечены, уничтожены машины, гаражи. И видим воронки от авиабомб. Это уже ее засыпали частично трактором. Вот просто нелюди утюжат восточную Украину. И вот это все называют в своих пропагандистских программах защитой населения Донбасса. Вот так выглядит защита населения. Гибнут мирные люди. Очень много. Вот сейчас на данный момент можно сказать, что стратегия, похоже, от безвыходности, потому что поставленные так называемые цели достигнуты не были российской армией. Они просто утюжат авиабомбами, артиллерией, ракетами. Это вот центральная часть Лисичанска туда, куда я могу попасть. Потому что села, которые дальше, многие из них просто уже снесены с лица земли. И туда прилетает и прилетает. Нас просто физически туда не пускают. Я бы поехал. Но нет доступа туда. Туда билет в один конец. К сожалению, вот так выглядит спецоперация, в кавычках, российской власти, в кавычках, преступления Кремля, которые весь мир никогда не простит. И Украина никогда не простит. Мы обязательно все отстроим. Мы обязательно победим. А вот это будет доказательством международных судов, как они защищают Донбасс, в кавычках, защищают, и как они, в кавычках, защищают русскоязычное население, которое, кстати, здесь преобладает, и как они, в кавычках, борются с нацизмом. Придуманная какая-то полная ахинея и уничтожение мирных городов. Никогда этого не простим. Твое блядь. Вот на тему, что мы защищаем, в кавычках, население Донеччины, Алганщины. Вот я зашел во двор, люди работают, ликвидируют последствия удара. Что бы вы сказали для тех, кто рассказывает про защиту населения Донбасса? Ну, я думаю, они сами это все увидят и увидят. Я бы им сказал так. Не морозьте голову ни себе, ни мирным россиянам, рассказывая басни о том, что они не бомбят мирные города. Вот вам, пожалуйста, все. Вот там эта воронка, что я снимал. Да, да. Там погиб наш сосед. Ни в чем не видно. Он просто вышел. А они всегда утверждают, что военные объекты в этих местах прячутся. Были здесь военные объекты? Никогда тут не было. Нету. И не было здесь военных объектов центра в городе. Не было. И не могло быть. Получается, просто целенаправленно. Да, да. И это один, это самый большой у нас был прилет. Авиабомбы на парашюте. Там он еще один. Там еще один. И так оно по всему центру идет. Мы находимся в городе Лисичанск. Да, да. Как вас зовут? Игорь. Что бы вы еще хотели сказать? Спасибо нашим украинским воинам, ВСУ. Большое спасибо. Благодарно. За то, что они держат наши рубежи. И не сдавайте, ребята. Город сейчас нельзя сдать. Это рубеж. Он находится на самой высоте. Его взять. Они легко его не возьмут. Вы просто молодцы, ребята. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо большое украинской армии. Спасибо большое всем силовикам, полиции, Носгвардии, территориальной обороне, пограничной службе. Всем-всем-всем добровольцам, кто стоит на защите всей Украины и Донбасса, Луганщины. И, как видим, если пообщаться с местным населением, этот миф русского телевидения, русского мира и русской пропаганды про защиту Донбасса, он мгновенно уничтожается. Нужно просто приехать сюда. Тот, кто сомневается, приезжайте, если не боитесь. Как часто здесь упадают? Вот со вчерашнего дня, относительно телевидения, на окраину города, вот Североневск, рубежная, кривольная, постоянно их там. У нас сегодня относительно тихо. Ну, может быть, что праздники сегодня вчера было. Ну, а завтра, я думаю, будет канава. Берегите себя. Спасибо.